Праздник, объединивший поколения нашей страны. Символика и атрибутика соответствуют всем канонам советского времени. Полный зал комсомольцев разного возраста. Самому молодому всего 20 лет. Он вступил в ряды совсем недавно. Самый возрастной, но все еще юной душой получил свой комсомольский значок в далеком 1945 году. Все они до сих пор живут идеей комсомола. Такой разброс нисколько не помешал присутствующим сполна насладиться теплой атмосферой вечера. Гостей радовали выступлением хор ветеранов «Ивушка» и студия бардовской песни «Окно». Читали стихи и исполняли песни о комсомоле, юности и единстве. Все присутствующие чувствовали в этот вечер себя молодыми и полными жизнью. А комсомол – это целая эпоха, которую каждый из присутствующих здесь в зале прожил лично. И этого у нас не отнять никому. Вот вы видите, с каким удовольствием сегодня поют комсомольские песни. Ну, рады вот этой встрече все. Пришли люди, которые, может быть, не выходили из своего дома уже лет 10. Они сегодня все здесь. И посмотрите на эти лица. Они все счастливы сегодня. Много воспоминаний о прожитых годах и пережитых мгновениях. Ностальгия наполнила сердца и души вечно молодых комсомольцев. Я лично вспомнила, как я на Белоярской атомной стройке комсомольской 50 лет назад проводила концерт торжественный в городе, посвященный 50-летию комсомола. Я вспомнила стихи, которые я там читала и сегодня их почитала и провела как бы параллель через эти 50 лет. Самым активным комсомольцам в честь столетия организации были вручены памятные юбилейные ордена, подписанные лично председателем Коммунистической партии России Геннадием Зюгановым. Чувство гордости, плечо товарища и понимание общей цели объединяли всех в зале. Людей объединяет стихотворение. У нас песни поют, творческие коллективы участвуют. Люди довольны. И причем все находят понимание. Вот этот праздник нас объединил. Я очень рад, что мы смогли начать торжества в таком великолепном единении, так скажем. Вот так, в дружеской, практически домашней атмосфере, по-простому, настоящие комсомольцы отметили столетие своей организации. В этот вечер никто не остался в стороне и не ушел с плохим настроением. Ощущение праздника присутствовало в душе каждого.